всем привет продолжаем изучать spring и сегодня начнем большую тему по крайней мере заметано точно несколько несколько роликов эта тема тестирования нравится вам не нравится но реальность такова что без тестирования современной разработки никуда в некоторых компаниях тестирование то есть код который вы пишете покрывается тестированием достигает каких-то заоблачных цифр 90 процентов плюс правда тут еще зависит от вашего приложения то есть на его сложности от того вообще что ваше приложение делает но в общем и целом самое одно это наверное процентов 50 вы должны покрыть ваше приложение тестами тестами вы скажем так подтверждаете что ваше приложение хоть как-то работает то есть даете хоть какие-то основания что у вас все хорошо правда невольно вспоминается цитата дейхстри что тестирование может показать вам наличие ошибок но не покажет их отсутствие тестирование занимает время вы никогда не напишите идеальные тесты они будут покрывать какие-то возможные варианты события да и полностью идеальные тестирование никому не нужно вы тогда будете годами разрабатывать простые программки большинство юзеров и большинство пользователей достаточно достаточно обычных каких-нибудь достаточно простых тестов понятное дело там какая-нибудь где очень-очень серьезно все очень важно не знаю даже это ну а ну например программирование где вот самолеты где вы там же современные самолеты там одна одна электроника и там по идее все нужно идеально покрывать тестами причем не простыми тестами супер тестами все возможные варианты но нам это нам это не нужно мы будем просто покрывать некие общие общие варианты когда мы занимаемся нашим нашим веб-разработкой значит так давайте поговорим сперва о тестировании как таковом тестированием бывает у нас трех вариантов это юнит тестирования интеграционное и функциональное юнит тестирование это когда мы тестируем отдельную функцию отдельный класс то есть юнит единица интеграционное это мы тестируем взаимодействие скажем между частями нашей программы например у нас есть слой репозиториев и сервис который этот репозиторий использует то есть вот взаимодействие и самое крупное это функциональное это когда вы поднимаете абсолютно все ваше приложение и просто тестируйте смотрите что она делает мы будем говорить о интеграционном и объеме не тестирования и начнем с самого простого именно с юнит тестирования так что поехали что нам для этого нужно нам нужно нам нужен проект я создал очень стандартный проект самый обычный то есть джипа таймлиф стартер в никаких реактивных вещей обычные мвс а что ламбук и это нам автоматически тянется это тестирование джипа и таймлифом мы сегодня пользоваться не будем сразу на будущее сделал поскольку намереваюсь сделать точно не один ролик а несколько добавил здесь контроллер он нам не нужен индекс индекс страничка нам тоже сегодня не нужно если еще можете увидеть что разные пропорти но на них не обращайте внимание это я так со сам проверял сам проверял возможности сам проверял некоторые возможности ладно поехали создаем значит папку компонент и в ней создадим юзера создадим юзера юзера который у нас может который у нас может может суммировать я сделал очень простой вариант про юнит тестирования чтобы просто показать основные идеи нет а и нб и это у нас возвращается сумма а а а а а а а а плюс а вот какой вы здесь и и и теперь давайте напишем тэс к этому чуду нажимаем alt enter нажимаем альт enter и клей тест 3-й пэф крей тест выбираем наш метод который мы хотим и жмем тэк и нам они автоматически создаст класс к Класс, то есть папки тест, в соответствующей иерархии папка компонент и юзер тест. Вот у нас создался такой класс. Создался автоматически метод сам, который помечен аннотацией тест. Окей. Что нам нужно? Нам нужно протестировать юзера. Нам для начала его нужно создать. NewUser. Создали. Теперь нужно проверить нашу функцию сам. Для этого мы используем ассерты. Различные ассерты. Например, assertTrue. То есть ассерты у нас принимает стринг. Это месседж, который мы отдадим, если у нас тест зафейлится. И некое булевское утверждение. Например, пишем 2 плюс 3. Булевское утверждение, которое мы проверяем. 2 плюс 3 равно 5. Это тот месседж, который мы отправим, если наш тест зафейлится. Дальше пишем user. Сам. Допустим, 2 плюс 3. Давайте напишем. Согласно TTD, то есть TestDrivenDevelopment, напишем спиратест, который фейлится. И заодно увидим, что у нас выявится данный месседж. Запускаем. Run. Run, run, run. Запускайся, запускайся. И... Та-дам. Фейл, 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 фейл. Естественно, фейл. Но, что здесь важно, у нас месседж выкнулся. То есть, 2 плюс 3 равно 5. Ага. Давайте теперь исправим на 5 и по новой запустим. И по новой запустим. И сейчас у нас должно быть зелененькое быть. Круто. Вот таким образом пишутся простые юнит-тесты. Таким образом вы тестируете конкретные методы на что-то. Но обычно мы не пишем одно утверждение, один ассерт. Мы пишем несколько ассертов. Мы пишем... Несколько ассертов. Это во-первых. Ассер true означает, что мы ждем вот здесь некого подтверждения. Некого подтверждения. И это наша природа. Наша человеческая природа. То есть, мы постоянно ищем подтверждения наших теорий. Мы ищем подтверждения работы нашей функции. И нужно помнить об этом. Зачем? Чтобы не забывать писать об обратной. То есть, искать опровержение. Другой вариант. То есть, юзер сам. То есть, искать варианты, когда наша функция не работает. То есть, ожидать некий фэлс. То есть, мы здесь ожидаем, что наша функция вот при таких условиях работать корректно не будет. То есть, мы должны не только подтверждение искать, но искать опровержение. И это очень-очень важно. Это классический такой, скажем так, сдвиг. Сдвиг или не сдвиг. Классический недочет нас как людей, нас как приматов. Я вот советую вам посмотреть вот следующее видео. Попробуйте это решить. Где вот про Рабио... Где разбирается, разбирается проблема, проблема того, что люди ищут подтверждение своим теориям. Своим теориям. Так что помните, вы ищите не только, не только подтверждение, но и ищите опровержение. Запускаем. Запускаем. Ну и сейчас опять у нас тест пройдет. На ура, на ура. Так. Теперь смотрим дальше. У нас здесь предлагается очень-очень большое количество ассертов. Вы будете их подбирать самостоятельно, что вам нужно конкретно. Так. Вот. Давайте предлагаю разобрать equals. Правда здесь флоты, но мы сделаем приведение типов. Значит, сперва expected, что ожидается, что ожидается. Допустим, 2.0. Так. Actual. 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 Sum. 2.0. на всякий случай делаю приведение и хотя давайте я эксперты 2 и 2 я хочу показать что помимо конкретных значений когда вы работаете когда вы работаете с неточными значениями вы будете исследовать это на диапазон на диапазон то есть вы вы не можете флот задать идеально точно и вот таким образом можно исследовать на диапазон и как мы видим прошло а если я задал бы меньший диапазон то я за фейлился бы то есть у меня здесь 2 плюс диапазон 2 и 1 вот эксперт 2 и 2 а шел 2 плюс дельта плюс дельта дельта то есть это как вам нужно когда вы работаете с нет с неточными значениями какие еще есть ассерты я вам это предлагаю на самостоятельное обучение на самостоятельное обучение то есть вы можете мы здесь очень простые варианты но рассматриваем можете сравнивать объекты то есть вам нужно будет реализовать правда метод equals у объекта ok значит вот это наша был очень простой вариант юнит тестирования теперь допустим допустим наш класс имеет некую зависимость пишем private language 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 так мы создадим давайте простой вариант создам я очень простой вариант этот класс у нас сделать следующее паблик стринг hello он возвращает строчку return hello то есть это скажем так это мы делаем некую эмуляцию что у нас это сервис это сервис который мы пользуемся и у нас здесь будет метод say hello public стринг тут тоже сделаем стрингом стринг паблик стринг которым мы пользуемся нашей нашей зависимостью return language hello вот смотрите но мы хотим мы хотим продолжать тестировать нашего юнера все еще как юнит тестирование все еще как юнит тестирование но у нас есть зависимость как мы можем протестировать что наш у нас сей хэллоу вообще срабатывает что наше поведение сей хэллоу возможно нам нужно сделать некую заглушку и спринг нам помимо вот же юни тестирование да же юни предоставляет также фреймворк или библиотеку точнее макита 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 какие мы можем макита нам предоставлять некие моки то есть некие заглушки так сейчас будет все более ясно пишем для начала мы напишем что нам нужно private language language private user и мы создадим подготовительный метод паблик войс а который который настраивает вот наши юзеров и лэнгича но немного необычным способом значит так пишем маки то мог макита мог макита мог и здесь мы пишем класс который мы хотим замокать а мы хотим замокать лэнгвич лэнгвич класс то есть это у нас статический метод статический метод который возвращает нам лэнгвич 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 ой-ой-ой не то я сделал вот то есть я вот лэнгвич наш сделал сделал ммм ему некую заглушку то есть я пользуюсь макита что он будет у нас некий заглушкой так теперь мне нужно еще ммм сеттеры добавим дату и user new user user set лэнгвич лэнгвич так Вот мы связали. Связали, связали, связали. Теперь мы хотим протестировать. Напомню, что мы тестируем не то, что нам конкретно вернется. Мы тестируем возможность поведения. Пишем тест снова. Пишем public void. Say hello, например. И здесь используем некие статические методы, которые нам пришли из Makita. Пишем when language hello, делаем импорт. То есть вот статический метод when. То есть когда будет вызван вот language hello, где-то там дальше, мы then return, мы вернем sniper. Это я специально sniper, показать, что мы не конкретное значение проверяем, мы проверяем именно поведение. То есть когда будет вызван вот этот метод, а когда у нас будет вызван метод? Когда мы у юзера, у юзера скажем say hello. То есть в этот момент будет вызван. И мы поставим снайпера. Вот таким образом. Теперь мы пишем verify. 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 Так. Здесь нам нужно пометить, вставить объект. Вставить объект, который мы проверяем. Здесь какое количество раз обычно, то есть times. Но если вы один раз, как вот я здесь, количество вызовов, то это необязательно. И метод, который вы проверяете. Метод, который вы проверяете. Окей. Если я сейчас запущу конкретный метод, у меня все сработает на ура. Тест пас, тест пас, тест пас. То есть мы здесь проверяем именно поведение. Мы здесь проверяем поведение. Потом бы мы написали бы language, конкретный тест и проверяли бы значение. Мы у юзера проверяем именно саму возможность, скажем так, поведения. Окей. Это был, скажем так, некий-некий простой вариант, как мы можем использовать Moki. Moki, 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 Moki. Значит, Moki мы используем для того, чтобы сделать некую-некую заглушку. Некую заглушку неким зависимостям. Поехали дальше. Теперь представим, что юзер – это у нас некий компонент. некий компонент, у которого есть зависимость. И language у нас тоже bin, то есть тоже компонент. То есть мы сейчас будем думать о неком интеграционном тестировании. Рассмотрим такой простой вариант интеграционного тестирования, которым нам поставляет Spring. Для этого нам нужно сделать некие изменения в наш юзер-тест-класс. Сперва нам нужно пометить аннотации run-with. И здесь мы используем SpringRunner класс. SpringRunner. То есть это специальный класс, который нужен нам для тестирования, который Spring нам предоставил уже. Теперь мы используем SpringBootTest, который мы указываем классы, которые мы тестируем. Мы тестируем, значит, юзер. А, нет. SpringUserTest, он ищет нам главный-главный этот. When I was to Z, я не знаю, как он был в фоне человеке. Аннотация... THAT можно было também не звать на звurers. У нас есть птица. общая идея короче говоря что он у нас поднимет нам некое окружение поднимет нам некое окружение то есть поднимет нам нужные бины наше окружение вот здесь вот окей то есть spring скажем так а вот это вот вот это вот аннотация она у нас ищет аннотацию spring boot application и делает некие некие настройки нам поставляются некие конфигурации то есть нам поставится в итоге бины то есть мы можем написать вот таким вот образом значит правило то есть мы действия через нью создавали но сейчас мы можем править юзер юзер про я назову здесь чтобы как-то отличать юзер про окей и давайте хотя я лучше вот здесь напишу все это делаем протестируем пишем тест паблик будет что 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 например сэй хэллоу паблик будет сэй хэллоу и здесь мы протестируем именно взаимодействие взаимодействие пишем значит пишем ассерт ассерт true используем наш юзер про сэй хэллоу и он нам как помнил возвращает хэллоу и 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 ее как и и и тоже такие и давайте зафейлимся то есть вот это спринг вот с нам организует окружение то есть поднимутся наши бины скажем так поднимутся наши бины вот видно даже поднимается наше приложение как обычно поднимается организуются наши бины и файл и файл естественно файл теперь давайте изменим на то что мы в действительности ожидаем ждем 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 и как мы видим сейчас все сработало на ура то есть вот таким образом осуществляется простое простое интеграционное то есть интеграционное это взаимодействие между частями вашей программы взаимодействие между частями вашей программе вот мы написали очень простой вариант как могут взаимодействовать наши два отдельных компонента вот springboard тест нам организовал вот эти вот компоненты мы здесь внедрили и затестировали и затестировали на этом предлагаю закончить изучайте spring see you next time у